К этой международной встрече подготовили каминный зал этот жест протокола со смыслом и гость из тёплой страны, и между нами тёплые отношения. В правильном направлении движемся как бы жестом показывает представитель МИДа, но и без перевода понятно расположение нашего президента к этой встрече. Какие люди! На политическом треке расстояние между странами минимальное сотрудничество по линии ООН и в рамках движения не присоединение. Но главный залог успешного политического диалога – это самостоятельная и смелая позиция наших стран. Попытки внешнего вмешательства испытывают многие государства мира, а Венесуэла ещё и близка географически к глобальному гегемону. Мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга. Вы хорошо знаете Беларусь. Одно из основных, очень ярких событий – это ваш суверенитет и независимость. Вы просто молодцы. Вы отстояли страну. И нынешнее поколение венесуэльцы будут благодарить всегда. Вы защитили страну. Вы противостояли, можно сказать, всем. Всем противостояли и выстояли. Венесуэла сегодня имеет величайшее уважение во всём мире. Вы даже себе представить не можете, насколько уважают вас нынешнее поколение политиков в Венесуэле во всём мире. Мы относимся к тем странам, которые очень уважают ваше мужество и вашу стойкость в отстаивании суверенитета и независимости. Мы очень любим Беларусь и восхищаемся ею. В своё время командант Уга Чавес научил нас любить и восхищаться Беларусью и её народом. Речь идёт не только о героическом историческом прошлом вашей страны, но и о вашем виде не на будущее. Беларусь и Венесуэла являются архитекторами нового мира и продвигают идею такого миропорядка, где нет места ни санкциям, ни агрессии. Венесуэлу для Беларуси открыл Александр Лукашенко в советский период. Со странами Латинской Америки были добрые отношения, но не такие близкие, как с Кубой. А на бытовом уровне Венесуэла ассоциировалась с многосерийными мелодрамами. Крепкие связи политические и экономические завязались в середине 2000-х. Тогда и были открыты посольства. Уга Чавес вручает другу высшую награду Венесуэлы – Орден Освободителя Либертадора, как бы подтверждая, белорусы уже не чужие для Боливарианской республики. Александр Лукашенко, в свою очередь, подтверждает это, говоря, что Орден – награда не только ему, сколько всему белорусскому народу. А встречи лидеров всегда были яркими, как цвет рубашек, которые надевали главы государств. Трижды наш президент посещал Венесуэлу. Пять раз друг Уга Чавес был в Минске. В белорусской столице есть парк имени Уга Чавеса. Теперь стоит задача, чтобы глубокие корни дали новые плоды. Мы начинали с нуля. Во времена жизни нашего общего друга Уга Чавеса немало сделали. Но не по нашей вине, не по вине Белоруссии и Венесуэлы произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее в нашем сотрудничестве. И главное, о чем я хотел бы вам сказать, господин Менендес, мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Наши возможности вы знаете, они вам нужны. И технологии, и другое. Это надо начинать. Я думаю, что в ходе вашего визита нынешнего мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества. Я думаю, надо задействовать все те программы, которые когда-то нами были определены. Все в теме. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, присутствовал и активное участие принимал в формировании тех программ, которые сегодня сохранены. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что мы тогда предлагали, и то, что мы с вами намечали, оно востребовано в Венесуэле. Рикардо Мендес, вице-президент Боливарианской республики, и он же министр планирования. Планы действительно между нашими странами большие. Совместные предприятия, АПК, логистика. Самые перспективные направления сотрудничества определили сегодня на заседании Белорусско-Венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Обе страны заинтересованы в возобновлении работы сборочных производств Венесуэли и организации прямого авиасообщения между Минском и Каракасом. Пока же на перелет уходит больше суток, а интерес понятен и без переводчика. В первую очередь речь идет о перезагрузке совместных предприятий по производству тракторов и автомобилей. Имеется интерес к сотрудничеству в нефтехимической отрасли. Очень важна тема налаживания логистических связей. Над всем этим мы сейчас и работаем. Делегация из Венесуэлы будет работать в Белоруссии до 30 ноября. Во время визита латиноамериканские гости посетят МТЗ «Масса» и «Великий камень». Глава Венесуэла Николас Мадуро тоже рассчитывает в ближайшее время на личную встречу с президентом Беларуси. Евгений Постовой, Ольга Бабарека, Владислава Домицкий, СТВ.